Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я напомню ситуацию, которая сложилась вчера. Я с нетерпением ждал возможности снять видео. Вчера уже было поздно, вечером. И я в очередной раз отметил, какой все-таки короткий день. Значит, друзья, все дело в том, что вы знаете, вчера я записал видео под названием пиарщица, ну или пиар-менеджер, певица Максим, Марины, обвинила во лжи духовного отца, духовника. Марины, Игумена Луку, имея в виду его высказывания на телеканале «Спас», где он сказал о том, что она в сознании, и это какая-то дезинформация в СМИ, что она в бессознательном состоянии. И вот когда я записал, я ему написал письмо в Инстаграме, он мне ответил, что да, подтвердил. Я написал, батюшка, вы не ошиблись, может быть, вы, так сказать, оговорились и так далее. Он сказал, нет, я не оговорился, действительно, она находится, она видит и слышит, он написал, и ее, так сказать, взгляд осмысленный был совершенно неожиданностью для всех. Ну, я для себя, делая вывод, сказал себе, что, ну, священнослужителю, духовному отцу, которого свободным волеизъявлением выбрала сама много лет назад, певица Максим, Марина, значит, и вы понимаете, духовный отец же ведь, еще раз повторюсь, это не просто батюшка, это в первую очередь, как говорят, святые отцы поездить по монастырям, по храмам, и где-то, может быть, в совершенно неожиданном месте вы увидите батюшку, который близок вам по духу, поэтому и говорят, что они много лет дружили, потому что это не просто ты духовное чадо, он духовный отец, это самое главное, близость и доверие, и желание рассказать что-то на пути к Богу, к вере и так далее, да? Так вот, духовный отец, естественно, я не сомневался, что он будет в эфире телеканала «Спас», гнать туфту, что называется, извините за выражение, врать, давать дезинформацию, настоятель Спаса Преображенского Пронского монастыря, можете ли себе представить, чтобы он сидел и врал? Ну, я такого себе представить не мог, поэтому рассказал вам еще в 7 часов утра о том, что, значит, певица Максим в сознании, друзья, хочу отметить, какое огромное количество людей мне написало о том, что этого нигде нет в новостях, что, значит, никто об этом нигде не говорит, и вот вплоть до того, что это дезинформация, проверяйте источники, как я устал отвечать всем людям, что, друзья, дождитесь, дождитесь, будет какая-то информация, и как ликовали различного рода, вот, вы знаете, есть люди, которые радуются, когда у них есть призрачная, призрачная такая, знаете, надежда на то, что другой ошибся, когда после обеда вышло опровержение от пиар-менеджера Максим о том, что, значит, она находится в так же искусственной коме и в сознание не приходила, сколько людей начали писать о том, что проверяйте источники, вот это все опровергли и так далее, и даже один человек написал, ну, наконец-то, Будда Гришна, извините за выражение, я скажу, как он написал, обосрался. Я это прочитал в комментарии, мне было, конечно, очень неприятно, друзья, потому что я это время был на связи, и более того, получил молитву для нашей коллективной молитвы по соглашению 18.00 не только за певицу Максим, за ее здоровье, но и за Петра Мамонова, и за всех, кто находится в больнице, но это, конечно, конкретно молитва была от духовного отца, от игумена Луки за здоровье Марины, певицы Максим. И, находясь на связи, я понимал, что это так, что это правда, но не публикуют это. У меня тоже был вопрос, ну почему, и даже опровергли, и вот когда опровергли, уже, что называется, от того, что мне было обидно, что я понимаю, что это правда, но, значит, нигде не сообщают, и люди, более того, прочитали опровержение. Я снял видео, которое называлось, и называется, там оно предыдущее, кстати говоря, значит, пиарщик, пиарщица, пиар-менеджер, при всем моем уважении к команде Максим, значит, обвинила во лжи игумена Луку, духовного отца. Ну, а как иначе это можно было квалифицировать, если, значит, она сказала, что то, что он говорит, неправда. Естественно, неправда, если называть белое-белое, а черное-черным, неправда, это ложь. И вот игумен Лука, когда до него дошла эта информация, я вчера неожиданно увидел прямой эфир, где связь была очень плохая, и он пытался донести, видимо, для него это тоже было совершенно неприятно, у него прихожане, он настоятель монастыря, и вот так его, что называется, ну, косвенно, не говоря, что он лжет, но говоря, что он, это, кстати, опровергая его слова, это значит, что он говорит неправду, и он пытался записать прямой эфир, это уникальные кадры, которых нет, я вам их в следующем видео покажу, вообще, по идее, должно было быть то видео, но так как уже вышло другое видео, то, соответственно, я вам записываю это более актуальное. И он мне написал, что, значит, я записал видео, если Маргарита, директор Максим, одобрит, то оно, соответственно, появится. Видео в хорошем качестве, небольшое, коротенькое видео с пояснениями, для того, чтобы, потому что люди не знали, кому верить, то ли это правда, то ли нет. С одной стороны пишут, вы писали, что батюшке нет смысла врать, с другой стороны, но почему, так сказать, не подтверждают его слова, почему опровергают. И все дело в том, что уже ближе к вечеру мне вдруг батюшка пишет, что у Маргариты, у директора, Максим, появилось видео мое. То есть она выложила, на секундочку, на секундочку, мне вчера подписчик написал, я в официальной группе ВКонтакте разместил ваше видео, о том, что, значит, пиар-менеджер Максим обвинил во лжи духовного отца, да, Игумена Луку, и удалили видео. И здесь у директора, у директора появляется, у Маргариты, я, к сожалению, не помню фамилию Маргарита, появляется видео Игумена Луки, где он говорит действительно о том, что соборовал и причащал, это именно он был, вы совершенно правильно, некоторые из подписчиков предположили, что наверняка это был, что называется, духовник, духовный отец, наверняка это он эти таинства совершал, действительно он это подтверждает, он говорит, да, это был я, я совершал и таинство соборования, и причащения, и он говорит, что для меня действительно было удивлением, как и для всех остальных, Мы засвидетельствовали, что ее глаза действительно были на этот момент открыты, и что они были, значит, она была в сознании, и что она совершенно осознанно приняла эти таинства, участвовала в них, и мы понимали, что она понимает, что происходит. И более того, после этих таинств все присутствующие отметили блеск в глазах и какой-то вот совершенно другой взгляд. Вот так. То есть он говорит, что да, когда я входил в палату, то есть он был в палате, он видел Максим, Марину, значит, он говорит, что я знал, что она больше двух недель находится в коме, но он говорит, давайте, а что я говорю, друзья, давайте посмотрим это видео, это же видео есть, и оно размещено у директора Максим, они договорились с Игуменом Лукой, смотрите, пожалуйста. Друзья, на ваши вопросы многочисленные хочу ответить о посещении певицы Максима, о ее состоянии. Действительно, она уже две недели находится в коме, но когда я вошел, то встретил меня ее внимательный и понимающий взгляд. Я пособоровал Марину, причастил святых христовых тайн, и ни один я заметил, как радостью ее глаза наполнились, лицо стало светло, мы все засвидетельствовали, что она и вместе с нами, и понимает, что происходит. Так что будем надеяться, вместе молиться об исцелении, и раз милость Божья явилась к ней в причащении святых христовых тайн, в этом благодатном посещении самим Господом, то будем уповать, что и садра болезни воздвигнет ее Господь. Ну вот, друзья, вы видите это видео, которое появилось в инстаграме директора Максим, на секундочку, то есть команда Максим, которые говорили о том, что это дезинформация. Видимо, я так понимаю, все-таки, поговорив с Игуменом Лукой, приняли решение разместить, потому что в противном случае получается, что они говорят, что он гонит тупту. Ясно, что ему это тоже не нужно, и вот это было размещено. То есть то, что я в 7 часов утра рассказал, я к чему говорю, это было полной правдой и истиной. Я, конечно, помолился за всех тех, кто написал такие гадости вот в мой адрес, совершенно будучи невежественными людьми, не понимая, что за моими видео идет такая огромная кропотливая работа и переписки и так далее, для того, чтобы, вот, по сути говоря, это видео вообще появилось вечером. Понимаете? Потому что, когда начали выходить видео с вот такими вот громкими заголовками, что обвинили во лжи и так далее, это видео появилось вот именно поэтому. Поэтому, друзья, сопроводительное письмо еще написал директор Максим, он написал, дорогие мои, сейчас его широко публикуют все СМИ. И еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание, но надежда есть, пишет директор Максим Маргарита. Значит, наш дорогой друг, отец Лука, посетил ее, причастил и пособоровал. То есть, признались, что не стали говорить, что это уже дезинформация, а написали, что да, это случилось. На секундочку, то, что я говорил и писали, что этого нигде нет и потом опровергли, опровергли, написали, что да, все это было, друзья. Поэтому вы совершенно были правы, как и я, что батюшка в этом смысле, ну не было никаких у него мотивов говорить неправду. Это большая радость, продолжает директор Максим для нас всех и прежде всего для нее. Господь дал такую возможность, Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего. Именно в эти минуты верующие люди поймут, что чудеса случаются, сейчас только молитвы ваши могут помочь. То есть, это не то, что она пришла в сознание, но она находилась в сознании в момент вот этих священных таинств. Друзья, я с, конечно, огромной радостью снимаю это видео, но вместе с тем хочу сказать, что, значит, конечно, состояние крайне тяжелое. В описании будет молитва, которая дана Игуменом Лукой мне. Это молитва именно за Марину, за певицу Максим. Поэтому давайте продолжать, друзья, коллективная молитва. Сколько я перечитал ваших сообщений, ваших примеров, как коллективная молитва творит чудеса. И одна медсестра мне написала, вы знаете, я прочитал, я обязательно зачитаю ее в эфире, комментарий. Она написала, вы знаете, я работаю медсестрой в ковидном госпитале. И те бывают больные, которые вот уже, ну, на грани приходит батюшка и таинство соборования, значит, проводит. И люди на самом деле начинают чувствовать себя совершенно иначе. Она говорит, для меня это просто необъяснимые вещи абсолютно. Поэтому предлагаю в 18.00 по московскому времени для всех неравнодушных продолжить коллективные молитвы по соглашению. И уже у нас есть даже молитва, которая дана нам от духовника Марины, певицы Максим. Дай бог ей здоровья, дай бог здоровья и команде, и пиар-менеджеру, и Маргарите, директору, вы знаете, что она сама тоже находилась на излечении в больнице. Значит, и, конечно, самые, что называется, самые горячие чувства я испытываю, и, значит, уважение безмерное к духовному отцу Игумену Луке. Это настолько интеллигентный, настолько, вы знаете, вот, просто я не знаю, как охарактеризовать. Это настолько человек внимательный к незнакомым людям. Казалось бы, я, ну кто я такой, да? Но он настолько проникновенно и настолько пропитанным, вот, вы знаете, каким-то божественным, какой-то повидением, я не знаю, как это сказать. Каждое его слово, что, ну вот просто читать, даже ты читаешь, чувствуешь энергетику этого человека. Это действительно, по всей видимости, совершенно удивительный человек. Друзья, самое главное, я думаю, что здесь не важно, кто, кто что сказал раньше, кто позже. Самое главное, это здоровье Марины, певица Максим. Поэтому, дай бог, чтобы и нашими молитвами, и, что называется, молитвами всех остальных людей, Марина, певица Максим поправилась и, самое главное, была рядом со своими детьми. На этом все, друзья, и еще, вы знаете, я что скажу, в следующем видео оно будет, в принципе, не то, что дублировать это, но будет с той же информацией. Но там 16 минут, и я записывал его еще до того, как появилось вот это обращение. То есть, я записал и отправился по своим делам. И когда я, значит, дошел уже до места, мне, значит, духовный отец Максима Гуменулка написал, что появилось видеообращение. Но у меня сохранилось, я успел записать его прямой эфир, где очень плохое качество. Он там говорит то же самое абсолютно, но думаю, может быть, вам будут интересны мои рассуждения там. Поэтому, кому интересно, обязательно посмотрите. Я его выложу, я думаю, удалить, потому что это видео более актуально. Но все-таки выложу его, потому что, думаю, если оно было записано, значит, для чего-то оно нужно. Друзья, всем пока, я желаю вам здоровья, здоровья и только здоровья. Это самое непростое для нас всех время. Всем пока, друзья, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok